МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эдин двухымянный живет и работает в Алматы. Это редкие кадры из личного архива музыкантов. 90-й год. Группа «Зеркало» выступает на одной из тимирталовских сцен. Музыканты вспоминают, в то время достать билеты на их концерт было нелегко. Там была бешеная популярность, к нам нельзя было попасть на танцы. Просто физически не было билетов. Потом мы волей судьбы перешли в ДК «Химиков». В принципе, там тоже группа пользовалась очень большой популярностью. На нас ходили, на нас смотрели, нас слушали. К сожалению, в конце 80-х мы перестали играть. И вот только в этом году мы собрались вновь. Благодаря нашему другу Виктору, он обеспечил нас помещением, аппаратурой. А когда все это есть, почему не играть? Несмотря на прошедшие годы, состав коллектива остался прежним. Мы где-то с 70-х годов играли вместе. Вот практически этим коллективом. То есть, играли на самодельщине, на всякой. Все, что, ну, тогда не было ни гитар хороших, а... Я говорю, 30 лет, да. Мы вообще вот... А теперь просто нам уже лет немало. Мы решили клуб себе организовать. Вот после работы ходим, немножко балуемся. Сегодня участники группы «Зеркало» вновь собрались на одной сцене. Тимиртауские музыканты отмечают большое событие. 20 лет со дня первого совместного выступления артистов. 20 лет немалый срок, зато уже никто. Но все еще душа поет и бросится в полет. Идея проведения музыкальных сейшенов, то есть подобных встреч, принадлежит участнику группы «Апрель». Самат Ажибаев рассказывает, с чего все начиналось. Вы знаете, когда мы сейшены проводили, мы зрителей не приглашали. Мы выступали только для себя. Собирались только музыканты. И мы друг перед другом как бы выступали. Показывали свои достижения в области творчества и в области технического приобретения, скажем так. Это был просто сейшен. Это мы собирались 5-7-8 команд и друг для друга играли. Сидели, выпивали, разговаривали за рюмкой чая. А сегодня, вот именно в 20 лет, мы решили первый раз собрать город. То есть для зрителей сделать это. Не только для себя, но и чтобы зритель тоже увидел. Желающих послушать музыкантов в советской эпохе собралось немало. Живая музыка в наши дни – большая редкость. В этот вечер выступили 7 групп. Сегодня на нашем вечере присутствует 7 групп. Это 6 из них – темиртауские команды. И седьмая – это Алексей Лебедев с группой «Паровоз СВ». Это чисто акустические варианты. Это проект Лехи Лебедева. Вот он, подлушайте, потом они представят на ваш суд свое творчество. Участник встречи – группа «Фрагмент». В далеких 80-х о них говорили многие. Они собирали стадионы, а их творческая жизнь не сходила со страниц газет. Наш пик подытожился двумя фестивалями, который проходил в Караганде. Назывался он «Игры 88». Мы заняли первое место на этом фестивале. Было 12 команд со всей республики. Мы заняли первое место. Уходить со сцены фрагмент не собирается. Не так давно в группе появилась новая солистка – Виктория. Она хочет работать, у нее хорошие данные. Я думаю, что в перспективе, в нашем расцвете, как говорится, нашего возраста, она внесет нам новую волну, новую струю. И мы еще поиграем и позвучим. Необычная личность в группе – Георгий Пылков. Поклонникам он заполнился своей кучерявой шевелюрой. Это был свой волос. Чисто свой, химию никогда не делал. Сейчас, когда идут, уже хватит. Взрослые стали. Но вот решили собраться вместе. Ну и всем нравится. Ну и я думаю, и людям понравится. Наши старые поклонники. Все тут наши друзья играют. Мы будем играть. Так что всем, всех благ, здоровья, почаще устраивать такие фестивали. Рок-н-ролл жив, рок жив. Называть мероприятие иностранным словом сейшн музыканты не привыкли. Для них старое название – встреча ближе. В принципе, конечно, здорово, что все собираются. Вопрос в другом, что все-таки очень много ребят поуезжало. Играют всесоюз на уровне у нас ребята. Хотелось бы их увидеть. В Алмате, Ване, Азинске. У нас в Новосибирске играют ребята. В Новосибирске играют наши ребята. Сегодня просто музыкальная тусовка. Музыкальная тусовка – напомнить о себе, что мы еще есть, что мы еще шевелимся, что мы еще что-то понимаем. И идем в ногу за временем и с музыкой, самое главное. Поэтому мы все, что можем, сегодня покажем. С точки зрения общения ничем не заменишь. Вы видели, все люди ходят, обнимаются, разговаривают, общаются. Это же как встретилась куча одноклассников, которые 20 лет не виделись. Юбилей – время подводить итоги. Организатор встречи Самат Ажибаев отметил – с каждым годом уровень музыкантов растет. Вы знаете, с каждым годом я могу отметить то, что уровень растет не только исполнительский, но и технический уровень. Потому что, если 20 лет назад мы себе не могли позволить купить хорошую гитару даже. А сейчас, ну сами знаете, кто, допустим, раньше ездил на Жигуля, сейчас пересел на Мерседес. Правильно. Так и мы, если мы раньше играли на каких-то гитарах, там, на немецких, а сейчас уже играем на американских, японских, корейских гитарах. То есть растет и исполнительский уровень, соответственно. Политики, музыканты, культурные деятели. На юбилейный сэшн музыкантов пришло много гостей. Этому событию рады всех без исключения. Хорошее мероприятие. Можно здесь встретить знакомые, лица. Очень здорово. Я всех поздравляю. Надо счастье встречаться. Очень приятно услышать всех музыкантов. Я сам тоже музыкант. Все хорошо, мне нравится. Конечно, чаще нужно делать. Можно два раза в год делать даже. И собирать всех музыкантов. Великолепно. Великолепно. Во-первых, это общение, это музыка, живой звук. Это когда пальцы бегают по-настоящему, когда поют по-настоящему. Это фантастика просто. Мы тоже сидим и возвращаемся назад, когда мы сами играли. И он музыкант, и я музыкант. Играли тоже. Я на фоно, и на саксофоне играл. Так что все это нас возвращает в юность. И, конечно, тоже ребята хорошо организовали. Великолепное исполнение. Надо периодически это повторять. Чтобы и нам, и им было хорошо. Взаимное обогащение идет. Об этих музыкантах не забыли сегодня. Своими впечатлениями о творчестве артистов поделился и глава Тимиртау. Нуркен Султанов. Круто, так продолжаем. Круто ходим. Они по-прежнему полны энергии. Их заводные ритмы и голос продолжают радовать публику. Я поздравляю всех музыкантов с праздником. С 20-летием. С начала священа. Удачи всем. Творческих успехов. Мы хотим всех поздравить музыкантов от братьев наших. Пожелать всем здоровья. И чтобы музыка жила как можно дольше и дольше. Мы вас любим. Я хотел бы пожелать музыкантам и своим коллегам. Ребята, не чехлите гитары. Рано еще, сколько бы вам лет не было. Играть – это не спорт, когда можно коньки повесить на гвоздь и клюшку поставить на балкон. А гитара, она, я думаю, будет всегда с вами. Могут шевелиться пальцы и работает голова. Оставайтесь с музыкой. И тот, кто с музыкой, тот вечно молод. Я так считаю. 20 лет со дня первой встречи музыкантов. Видя такое количество поклонников, организаторы надеются, что в следующий раз они соберутся, как в прежние времена, в зале Дворца культуры. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА So cold, so white No, no, of course we want the best Black chest, white gold Looking short, looking for love The camera ain't just as fast as a game Cause every girl a crazy bout is showless man guitar solo 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 Спасибо. Спасибо.